Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Главная авеню ВЭФ, выставка улица Дальнего Востока, станет самой яркой площадкой форума. Территории ДФО ждут инвесторов. Ну конечно, больше всего всех привлекает зона развития Приморского края, ну и в принципе развития всего города. Зарядка для авто. Во Владивостоке открылась первая зарядная станция для электромобилей. Это безусловно даст получок к развитию электромобильного движения. Солидная дата. Из Владивостока стартовал пробег ретроавтомобилей в честь юбилея Прим-Автотранса. Также в выпуске штормовые выходные. Синоптики Прим-Гидромета предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае. Еще раз скажем, впервые в Приморье Владивосток принял у себя международные соревнования по керлингу. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В эти дни Владимир Путин находится в Большом Дальневосточном турне. В понедельник президент России посетил Иркутскую область, которая восстанавливается после паводков. Далее отправился в Монголию, где отмечают юбилей победы на Халкинголе. В Дальневосточную столицу Владимир Путин прибудет в среду на Восточный экономический форум. Всего на ВЭФ ожидает по последним данным порядка 8 тысяч участников из 65 государств. Наиболее многочисленные делегации из Японии, Китая, Республики Кореи и Индии. Приедут гости из таких стран, как США, Сингапур и Великобритания. 4 сентября Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии, который будет находиться в России с официальным визитом и примет участие в ВЭФ. В этот же день президент России проведет заседание Президиума Государственного совета Российской Федерации о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. 5 сентября запланированы двусторонние контакты российского лидера с главами государств и правительств, приглашенными на форум. Центральным событием форума станет пленарное заседание с участием президента России, президента Монголии, премьер-министров Индии, Малайзии и Японии. 6 сентября Владимир Путин проведет встречу с представителями общественности, в ходе которой будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока. А завершится дальневосточный турне президента России на космодроме Восточный. Самая яркая площадка Восточного экономического форума – выставка «Улица Дальнего Востока» открылась накануне официального старта международного события на острове Русский во Владивостоке. За пять лет существования эта форма презентации регионов Тихоокеанской России стала чрезвычайно популярной. Выставка помогает территориям ДФО заявить о себе в своих проектах и планах, выгодно представить их потенциальным инвесторам. Что увидят в этом году на улице Дальнего Востока участники и гости форума, а вслед за ними и жители Приморья, в нашем следующем сюжете. За пять лет проведения форума улица Дальнего Востока заметно преобразилась. Из скромного деревенского переулка выставка достижений доросла до широкого плотно застроенного проспекта. Небольшие павильоны стали трехэтажными зданиями. Здесь представлены сложные конструкции и целые выставочные комплексы. Монтаж объектов шел без малого месяц. Восточный экономический форум для регионов – яркая возможность заявить о себе и привлечь инвестиции. Республика, конечно, славится и бриллиантами, и ювелирными изделиями, поэтому наш павильон всегда очень насыщенный, очень много посетителей бывает. Мы хотим в этот раз также представить наш туризм. Очень хотели бы, чтобы туристов в нашей республике было очень много, поскольку нам есть что показать, красивые места – это ленские столбы, это полюс холода. Якутия сделала упор на инвестиционные проекты – строительство судоверфи, мостового перехода через Лену и детского центра «Полярная звезда». А для большего привлечения внимания в павильоне проводят розыгрыш настоящих бриллиантов. 6 сентября победители получат пять ювелирных изделий и бриллиант стоимостью более миллиона рублей. В этом году все 11 регионов ДФО разместили в экспозиции свои стенды. Забайкальский край и Республика Бурятия участвуют в выставке впервые. Очень волнительно, да, первый раз участвовать в таком мероприятии, в первую очередь, потому что мы впервые, как составляющая часть Дальнего Востока, участвуем в мероприятиях этой улицы. И на нас, наверное, двойное, тройное внимание обращено. Мы приняли для себя решение, что мы представляем русскую культуру, которая у нас самыми яркими представителями, которых являются у нас семейские старообрядцы и казаки, бурятскую культуру и венкийскую культуру. Первым гостем на университетской набережной стал полпредпрезидента в ДФО Юрий Трутнев. Он же и открыл главную культурную площадку ВЭФ. Пятый раз мы вместе с вами создаем улицу Дальнего Востока. Мы создаем его для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток. Улица Дальнего Востока на юбилейном форуме имеет возможность принять до 6 тысяч человек в час. Это и участники форума и жители Приморья. К слову, в этом году на Восточный экономический форум приедут гости из 65 стран мира. Приморский край на правах хозяина строил самый большой и красивый павильон. В нем представлены туристическая отрасль края, инфраструктурные проекты и многое другое. Приморье пытается показать себя во всей красе. Павильон Приморского края выполнен в форме морской раковины, основная тема которого – Приморье – центр плетежения. Экспозиция расскажет о результатах работы по созданию в регионе нового качества жизни. Ну, конечно, больше всего всех привлекает зона развития Приморского края, ну и, в принципе, развития всего города, то есть именно культурная часть. Новый мост на остров Елену, конечно же, это самый животрепещущий вопрос, потому что мало того, что он красивый и будет следующая новая визитная карточка города, но и очень нужный для нас, это очень важная транспортная развязка. Также у нас планируется строительство музейного комплекса, все его знают, то есть уже стройка началась. Для гостей и участников ВЭФ выставка будет открыта с 3 по 6 сентября. С 7 сентября до 14.00 запланирован социальный день для организованных групп, многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций. А уже с 14 до 20.00 улицу откроют для всех желающих. Для посещения экспозиции горожанам необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте улицы. На выставке можно будет гулять 8 сентября с 10.00 до 20.00. Катерина Матвеева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. На паривокзальной площади главного терминала аэропорта Владивосток состоялось открытие скульптуры дальневосточного леопарда по имени Хорс. Этот леопард Лео-18М уже несколько лет является символом аэропорта, а сотрудники воздушной гавани стали его хранителями. Теперь скульптура культового для приморья зверя будет провожать и встречать гостей региона. Бронзовый Хорс расположен на улице по центру главного терминала между его входом и выходом. Авторами произведения стали скульпторы Центра монументального искусства. К слову, Хорс в славянской мифологии – бог солнца, хранитель светила. А бронзовый портрет леопарда с солнечным именем как нельзя, кстати, на берегах Тихого океана, жители которых первыми в стране встречают новый день. Дальневосточный леопард стал достойной и яркой визиткой аэропорта. Символ воздушной гавани должен также напоминать жителям и гостям приморья о значимости сохранения и восстановления популяции леопардов на территории Дальнего Востока. А во Владивостоке тем временем продолжают ремонтировать дороги. Наиболее пострадавшие в результате разгула стихии, обрушившейся на Владивосток на прошлой неделе. Рабочие нарезают так называемые карты и укладывают новый асфальт на поврежденных участках городских дорог. Работы ведут преимущественно в ночное время, чтобы не создавать дополнительных помех движению автотранспорта. Так, минувшей ночью рабочие приступили к ремонту проезжей части от Окатовой до Змеинки. Здесь работает сразу несколько бригад. Бригады у нас сменные, то есть есть бригады, которые выходят в день, выходят в ночь. Сейчас работает на данный момент ночная смена, она в день будет отдыхать, поэтому все для них подготовлено. В день будет уже другая смена работать. Из-за этого будет большая пробка на Змеинки. И вот если так все дороги будут, вот так здорово будет. Помимо ремонта поврежденных участков от Окатовой до Змеинки, службы также минувшей ночью проводили работы по восстановлению дорожного покрытия на Западной, проспекте Столетия Владивостока, Пограничной, Батарейной, Лейтенанта Шмидта и других. Администрация города Владивостока просит автомобилистов быть внимательными на дорогах, где ведутся ремонтные работы. Возможны временные ограничения и движения и парковки. День знаний В Крае отметили 2 сентября. За парты сели более 200 тысяч ребят по всему региону. Из них 23 тысячи первоклассники. Но не во всех школах. В некоторых по решению муниципальных властей сейчас идет неделя здоровья. Дети ходят в школу, но не на уроки. В праздничной линейке школы номер 5 на острове Русский принял участие глава региона Олег Кожемяка. После торжественного мероприятия глава Края осмотрел школу, посетил первый урок самых маленьких учеников и пообщался с родителями. В частности, обсудил с ними инициативу недели здоровья. Эту инициативу, возможно, распространят на все Приморье. При этом в первую неделю сентября учебная нагрузка ребят будет меньше. Хорошие осенние деньки проведут с пользой для иммунитета и культурного развития. Некоторые школы приняли решение сделать такую неделю здоровья, когда в школах дети будут получать экскурсии, заниматься спортом, питаться, в общем, так адаптироваться с тем, чтобы переход после длительных летних каникул 1 сентября не был ни для кого шоком. Я думаю, что это нормальная практика. И некоторые муниципальные образовательные учреждения, такой опыт, который ранее иногда существовал, приняли и у себя вводят. А вот скажите, если у вас бы сейчас была неделя такая экскурсионная, спортивная, это лучше было бы познавательное? Да. Экскурсии какие-то были? Да. Понятно. Конечно, любой спорт, занятие. Вы приходили, могли бы покушать, потом снова учить, позаниматься, с тем, чтобы плавно входить, да? Да. Решение о проведении недели здоровья школы могут принимать самостоятельно. Некоторые учебные заведения Уссурийска, Находки и Артема поддержали инициативу губернатора. До 9 сентября дети здесь будут заниматься творчеством и спортом, а количество учебных часов сведут к минимуму. Во Владивостоке состоялась торжественная церемония открытия в Приморье первой сети быстрых зарядных станций компании «Росгидро» для электромобилей. 10 быстрозарядных станций для электромобилей установлены во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. В торжественной церемонии открытия новой инфраструктуры в Приморской столице приняли участие генеральный директор ПАО «Росгидро» Николай Шульгинов и в Рио вице-губернатора «Приморья» Елена Пархоменко. Дмитрий Беломеснов расскажет подробнее. До этого момента владельцы электромобилей заряжали машины своими силами. Теперь же быстрые, а главное доступные зарядные станции появились во Владивостоке. Станции заработали по адресам. Октябрьская 8, Крыгина 23, Набережная 3, Партизанский проспект 50, Калинина 8 и на острове Русский. У нас есть нацеленность именно на развитие в этом регионе электротранспорта. Потому что развивать в других городах, где запросы на 10, 20, 30, 40, 50 автомобилей – это можно, но это больше пиар-акция, чем для нас, как социальный проект, как проект развития региона, в котором мы работаем, в котором Росгидра представлена, она занимается здесь всем. Мы считаем своим долгом заниматься тут и в том числе новыми технологиями. Преимущество зарядных станций Росгидра в режиме быстрого заряда. Дозаправка занимает всего несколько минут. Полная зарядка – менее получаса. К тому же поддерживаются разные порты электромобилей, как для японских автомобилей, так и для европейских. Зарядка способна обеспечить до 200 километров хода машины за 30-40 минут. Этого события владельцы электромобилей очень ждали. На сегодняшний день количество электрокаров в Приморье достигает почти 2000. Считаю, ситуация улучшится кардинально, потому что главный вопрос при покупке электромобиля – это то, где его заряжать. Это ключевой вопрос. То есть я сам для себя этот вопрос решал несколько месяцев. Конечно, это даст толчок. Это безусловно даст толчок к развитию электромобильного движения. У здания «Ериц» установлена одна из десяти зарядных станций. Помимо Владивостока, электрозаправки размещены в Уссурийске и Артеме. Они установлены на парковках супермаркетов и торгово-развлекательных центров, у офисов «Ериц», «Русгидро» и на традиционных автозаправках. В течение первых двух недель зарядка электрокара на станции компании «Русгидро» будет бесплатной. В дальнейшем оплата будет осуществляться через мобильное приложение. К слову, предусмотрена гибкая система тарифов. Я думаю, что с наращиванием объема станции это станет выгоднее. Пока вот 10 станций, конечно, это не совсем будет выгодно. Но нам нужно нарастить этот объем. Сформировать потребителя. Тогда появится. На эффекте масштаба можно потом уже получить экономическую выгоду. Одновременно с открытием электрозаправки в Уссурийске состоялся запуск единорасчетного информационного центра. Это уже третий «Ериц» в Приморье и шестой на Дальнем Востоке. Новый центр предоставляет широкий спектр способов оплаты электроснабжения и содержания жилых помещений и будет обслуживать более 70 тысяч жителей Уссурийского городского округа. Дмитрий Беломеснов, Евгений Апарин. Новости на восьмом. Новости на восьмом. В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Истбали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Солидная дата. Из Владивостока стартовал пробег ретроавтомобилей в честь юбилея «Примавтотранса». Штормовые выходные. Синоптики «Примгидрометов» предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае. Впервые в Приморье Владивосток принял у себя международные соревнования по керлингу. В сентябре свой 80-летний юбилей отметит крупнейшая транспортная компания Дальнего Востока «Примавтотранс». Сегодня в Приморье, пожалуй, не найдется человека, который бы не пользовался ее услугами. Маршруты «Примавтотранса» охватывают более 400 населенных пунктов региона и 10 городов Китая. Компания ежедневно перевозит тысячи пассажиров и тонны грузов. В честь юбилея компании 1 сентября из Владивостока стартовал пробег ретро-автомобилей. Тему продолжит Евгений Черемухин. В 80-х лет они работали на совесть для своих соотечественников. Сегодня в Приморье нет, пожалуй, ни одного человека, который бы не пользовался ее услугами. Крупнейшая транспортная компания Дальнего Востока в минувший уикенд отметила юбилей. На центральной площади Приморской столицы прошли праздничные мероприятия. На сцене выступали артисты и спикеры. Это автомобили, которые работали на стройках Приморского края, которые возили людей в Приморском крае. Эти автомобили – это история, понимаете, в которую прошли все мы, жители нашего родного, любимого края, нашего города Владивостока. Компании Примор Автотранс, кроме солидного трудового стажа, есть чем похвастаться. Перевозчик охватывает более 400 населенных пунктов Приморья из десяток городов Китая. Ежедневно компания занимается перевозкой тысяч людей, доставляет грузы. Во главу угла Примор Автотранс всегда оставил не столько количество объема перевозок, сколько самого человека. И теплое, почти дружеское отношение к пассажиру. Буквально месяц назад был съезд автотранспорта, который проходил в центре России. И Приморский край был отмечен особой наградой именно за вклад не только в развитие промышленности, развитие инфраструктуры транспорта, но и за отношение именно к людям. Кроме песен, плясок и оваций, центральную площадь в солнечный воскресный день украсила гордость компании. Прямо перед сценой выставили больше 20 единиц эстетически безупречных и надежных ретро-автомобилей. В движение они придут чуть позже, а съемочная группа Восьмого не удержалась от беседы с генеральным директором компании. Он рассказал об истории предприятия, поделился интересными подробностями и в целом дал оценку трудовой деятельности Примор Автотранса. Компания многоплановое предприятие, у нас все виды деятельности существуют. Но главная деятельность, это, конечно, автомобильная, перевозка пассажиров, грузов. Но при этой деятельности у нас прочие действия мы занимаемся всем. У нас и гостиницы есть, и магазины, и станции технического обслуживания, и строительства. Всем мы занимаемся, и сельским хозяйством немножко. Как и обещали организаторы, под конец концертной части площадь наполнилась звуками ревущих ретро-моторов. Оказалось, что в юбилейной программе нашлось место для настоящего автопробега. Эти красивые машины с 1 по 5 сентября пересекут половину Приморья, от Владивостока через Паск Дальний и до самого Дальнереченска. И вот раздается команда, ключ на старт, и автомобили выдвинулись в путь. Евгений Черемухин, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Цветы в честь железной свадьбы. Жительница Владивостока Ирина Зенкна стала победительницей конкурса на радио Ви-Би-Си. Муж Ирины Андрей принял участие в сестренке шоу и попросил для своей жены букет цветов на 11-ю годовщину свадьбы. Для Ирины подарок стал полной неожиданностью. Светлана Садовая продолжит тему. На глазах слезы радости и удивления. В руках цветы. Ирина Зенкина сегодня отмечает железную свадьбу. 11 лет совместной жизни с мужем Андреем. Признается, про дату забыла. А вот муж нет. И сделал своей супруге сюрприз. В эфире радио Ви-Би-Си в программе «Сестренки шоу» поздравил Ирину, стал победителем конкурса и выиграл для жены букет цветов. Ваш муж, муж, сказал, что у вас сегодня железная свадьба. Попросил утреннее шоу радио Ви-Би-Си. Поздравим вас с праздником. Поздравляем вас. Спасибо. Хотите сделать комплимент, признаться в любви, а может просто поднять себе настроение? Доверьтесь профессионалам. Присылайте заявки на адрес инфособака.радио-ви-би-си.ру. Обязательно укажите, кому и по какому поводу вы хотите доставить подарки, номер телефона и адрес. Радио Ви-Би-Си отправит своего посланника с букетом цветов и не только. Надо друг другу доверять. Вот и всё. Спонсор акции – сеть цветочных магазинов «Эфроуз». Партнёры акции – полезные сладости ручной работы «Ньюсвитс» и официальный дилер «БМВ» «Премьер Авто». Вот такой же был прекрасный день, вот такой же было солнышко, изумительная была погода и вообще день был волшебный. Подарок от любимого мужа стал для Ирины Зенкиной полной неожиданностью. Порадовать своих близких, друзей и просто знакомых может любой житель Владивостока. Достаточно слушать радио Ви-Би-Си. Напомним, что сестрёнки шоу выходят в эфир по будням с 8 до 11 утра на частоте 101,7 FM. А ведущие этого зажигательного шоу Ляля Булавина и Катя Дёмина однозначно сделают вашу жизнь ярче и интереснее. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Синоптики «Примгидромета» предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае в период 7 по 9 сентября. Предполагается, что в это время на погоду региона будет оказывать влияние тайфун Лин-Лин. Предположительно, в конце рабочей недели вихрь достигнет юга Восточно-Китайского моря и в выходные дни может выйти на акваторию Японского моря. На большей территории края, вероятно, сильные и очень сильные дожди с общим количеством осадков до 120 мм. Это почти 100% месячной нормы. Дожди вызовут подъемы уровня воды на большинстве рек до 2 метров. На малых водотоках южной половины края возможны резкие подъемы уровня воды до 3,5 метров. Существует угроза подтопления участков, дорог, сельхозугодий и хозяйственных объектов. При значительной интенсивности осадков не исключены подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком, размывы участков дорог. Траектория движения тайфуна может измениться. При поступлении новых данных и информации о дальнейшем продвижении шторма это все будет уточняться. Обновленную информацию приморские синоптики обещают озвучить в пятницу, 6 сентября. Владивосток впервые в истории принял у себя международные соревнования по керлингу. Это стало возможно благодаря спортивной программе ВЭФ-2019. Матчевые встречи проходят на льду «Айс Тигр». Здесь собрались сборные стран АТР, готовые вдохновить приморскую столицу на развитие своего керлинга. Все подробности у Максима Яковлева. Соревнования по этому виду спорта до сих пор никогда не бывали во Владивостоке. А тут еще и этап мирового тура. Исторический момент. Привезти керлинг в наш город позволила спортивная программа Восточного экономического форума. К такому событию даже преобразовали площадку арены «Айс Тигр». Здесь на обновленном ледовом покрытии встретились сразу несколько опытных сборных. Ну, конечно, достаточно неожиданное приглашение, но просто разговоры о том, что керлинг будет развиваться в этом регионе уже начались более чем полгода назад. И как бы ожидаемо было, что федерация керлинга будет как-то продвигать развитие этого вида спорта в данном регионе тоже. Среди участников смешанные пары из России, Японии, Китая, Кореи и Австралии. Последние, например, на недавнем чемпионате мира заняли четвертое место. Но и наши ребята имеют за плечами уйму наград и достижений. Говорят, что местные организаторы смогли даже из обычной хоккейной площадки сделать приемлемое место для игры. В этом сезоне это первый международный старт для нас. Далее будут другие турниры в Европе. Как я понимаю, здесь вот находятся два состава сборных нашей страны. Также это ребята из других стран, которые также являются там первым, вторым либо третьим составом сборной. Поэтому уровень высокий и кто приспособится, тот и победит. И все же профессиональный керлинг на хоккейной площадке – это не дело. Сейчас в городе готовится к появлению целая база, нацеленная только на этот вид спорта. Она будет выгодна всем. Для приморцев это свежая и довольно необычная дисциплина, которая может привлечь немало людей. К тому же для приезжих спортсменов Владивосток – идеальная точка сбора перед крупными соревнованиями, включая те же Олимпиады в восточных уголках мира. К слову, корейцы, которые принимали последние зимние Олимпийские игры, отметили, что очень рады за рождение в Приморье такой новинки. У нас в Корее очень любят керлинг. Особенно заметным стал интерес после проведения Олимпиады. Здесь собрались хорошие соперники. Матчи проходят интересно. У вас получилась неплохая площадка, но нужно стремиться к большему. Приезд сюда топовых команд по задумке должен не только вдохновить местное спортивное сообщество на занятия керлингом, но и показать наглядным примером, каким интересным бывает этот вид спорта. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Главная авеню ВЭФ. Выставка улица Дальнего Востока станет самой яркой площадкой форума. Территория ДФО ждут инвесторов. Гости в лапах леопарда. На привокзальной площади у главного терминала аэропорта Владивосток состоялось открытие скульптуры дальневосточного леопарда по имени Хорс. Зарядка для авто. Во Владивостоке открылась первая зарядная станция для электромобилей. Солидная дата. Из Владивостока стартовал пробег ретроавтомобилей в честь юбилея Прим Автотранса. Штормовые выходные. Синоптики Прим Гидромета предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае. Впервые в Приморье Владивосток принял у себя международные соревнования по керлингу. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. 21 и 22 сентября жители и гости Владивостока смогут насладиться зрелищными выступлениями спортсменов на экстрим-фестивале «Мосты». Соревнования пройдут на спортивной набережной в самом большом на российском Дальнем Востоке скейт-парке. Фестиваль пройдет в четвертый раз. За звание сильнейших сразятся не только спортсмены Дальнего Востока, но и участники из стран Шанхайской организации сотрудничества. Битва за звание лучших развернется в категориях BMX, скейт и кикскутер. К слову, в рамках фестиваля предусмотрен и стрит-арт. Художники распишут несколько подпорных стен у концертного зала «Феско-холл». А пока на трюки райдеров смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. А я желаю вам отличного настроения. Увидимся на восьмом.